До 16-ти и младше в столице подростки работают машинистами поездов, проводниками и операторами станций. И хотя железная дорога детская, профессии здесь осваивают по-настоящему, как это происходит, узнали мои коллеги. Юрий 17, и уже третий год парень работает машинистом поезда на Киевской детской железной дороге. Десятки пассажиров доверяют ему своей жизни, ведь состав проходит сложные участки, даже на высоте 20 метров от земли. Машинист локомотива одна из самых ответственных профессий на железной дороге. Преследование по перегону, вот преследование состава, должен наблюдаться за температурой воды, масла, за показанием сигналов, за положением стрелок, за состоянием верхнего строения пути. Железнодорожником Юра стал в шестом классе. Теперь не представляет своей жизни без поездов. В его команде в трое машинист и два помощника. В свои 14-15 лет парни уже освоили профессию. И поезд ведут сами, ходя под присмотром опытных наставников. Они готовятся целую зиму, для того, чтобы водить. Учатся и сдают экзамены, и проводят поезда так, как на уровне взрослых. Под нашим контролем. Кружок железнодорожников очень популярен, ведь обучение бесплатное. Ребята приезжают даже из соседних регионов. Во время учебного года осваивают теорию, а летом приступают к практике. В своем роде это, так сказать, можно даже экстремально, потому что маленькие дети могут выбежать на рейсы, но поэтому мы очень бдительны и можем принять меры с остановки в любую секунду. Основной курс длится три года. Потом ребята поступают в техникум и университеты. Некоторые продолжают династию железнодорожников. Бабушка Андрея всю жизнь проработала дежурной по станции. Сам мальчик пришел на детскую железную дорогу в 10 лет. Сегодня он оператор станции. Не на камеру взрослые говорят, с ценными кадрами на взрослой Укрзалезнице проблема. Поэтому такие кружки это не только развлечение, но и важный этап развития целой отрасли. Мы сегодня отновляем инфраструктуру. Вот поменяли новый пристрой ССБ, радиозвязку, громкоговорящего повещения, учномовного повещения. В соответствии, сейчас на станции Яблонька у нас будет реконструкция вокзала. Поезд последний раз прокатил юных пассажиров в этом сезоне. Уже завтра на детской железной дороге начнется новый учебный год. Богдан Вербицкий, Наталья Шумакова. Подробности телеканал Интер.